Кто вышел из дома за знаниями, тому Аллах облегчает путь в рай. Так один из священных хадисов призывает людей приобретать знания. Именно за новыми знаниями 35 югорских имамов, их помощники и преподаватели мечетей приехали в Сургут на второй региональный обучающий семинар «Актуальные вопросы богослужения и просветительской деятельности имамов мечетей». Первый подобный семинар состоялся в мае 2017 года. В условиях, когда в мире активизировали свою деятельность экстремистские и террористические религиозные организации различного толка, обучение имамов югры оказалось весьма своевременным и актуальным. Новое обучение священнослужителей мечети Духовного управления мусульман Хадамансийского автономного округа в 2018 году было организовано Департаментом внутренней политики югры и Сургутским государственным университетом. В течение нескольких дней приглашенные известные исламоведы из Российского исламского института города Казани читали курс лекций по мусульманскому праву, исламскому вероучению и исламским течениям, а также основам правового регулирования деятельности религиозных организаций в Российской Федерации и ответственности за нарушения в сфере осуществления деятельности религиозных организаций. Пригласили с Российского исламского университета преподавателей, которые необходимы для повышения квалификации. Это и акида, это то есть право, исламское право, это и шариат, это богословские какие проповеди, и также профилактика экстремизма и терроризма, это общение, межконфессиональное общение, межнациональное общение, которые как должны вести себя имамы, это помогает, очень помогает, и все наши имамы, они с удовольствием приезжают, это уже второй год у нас проходит. Уже традиционно преподаватели Российского исламского университета посетили со своими лекциями исправительную колонию номер 11 города Сургута. На встречу пришло совсем немного осужденных мусульман. Все, кто оказался свободным в данный момент согласно внутреннему распорядку колонии. В этот раз речь шла о богобоязненности и силе покаяния. Богословы считают, кто не верит в покаяние, тот неистинный мусульманин. И каяться перед Аллахом стоит не только за плохие дела и поступки, но и за нечестивые, небогоугодные мысли. Наши деды, наши прадеды были до такой степени богобоязненные, до такой степени были религиозными. Поэтому мы тоже должны быть такими. И для того, чтобы быть такими, мы должны быть, конечно, понимающими, что мы что-то совершаем, поступки какие-то неправильные, какие-то, может быть, у нас были ошибки. Но для этого Аллах всегда говорит, мы можем любое время делать покаяние. Даже до конца нашего ухода из мира мы можем сделать покаяние. Более многочисленную аудиторию собрала встреча казанских благословов со студентами Сургутского государственного университета и Сургутского педагогического университета. Молодежь всегда была и остается наиболее уязвимой и легко подверженной влиянию радикальных течений. Не случайно так активны в социальных сетях различные псевдоисламские экстремистские группы. Используя извлечения из Корана, они трактуют их каждый на свой лад, прекрасно зная, что глубоких знаний у подрастающего поколения в аспектах верилигии нет. Вот почему в зоне особого внимания ученых и сломоведов именно молодежь, у которой и на этой встрече вопросов было предостаточно. — Человек как приметы себе выдумывает. Я вычитала то, что это является заблуждением. Что вы можете сказать? — На земле сколько людей живет? Семь миллиардов, да? Семь миллиардов. Есть такая вещь, как гороскопы. Ну, я не знаю, не только вы с вами, но и в православии, по-моему, гороскопы, то есть верится, дается предпочтение берегов. Допустим, те же 12 животных, которые поделены под гороскопы, если завтра из них, из этих семи миллиардов тридцать миллионов хирургов, которые не советуют завтра делать операцию, да, ввиду того, что звезды не сходятся, вот представьте, что завтра будет, да, если эти хирурги все не выйдут на работе. Кадетам Центра профессиональной подготовки Управления МВД России по Хантамансийскому автономному округу казанские богословы рассказали об исламских религиозных течениях. Например, вычислить ваххабита, как раньше, по одному внешнему виду уже не удастся. Теперь, только выяснив основу его веры, можно определить, что перед тобой неистинный мусульманин. А для этого и самому пригодятся определенные знания. Например, для последователей Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба свойственно называть своими авторитетами, как вот самого вот этого Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба, да, этот ученый, который жил в 18 веке и возглавил движения, которые впоследствии назвали ваххабитами. Вот, как правило, представители этого течения, они опираются на учения другого средневекового ученого, которого звали Ибн-Таймия. То есть, если мы видим, что человек очень часто ссылается на Ибн-Таймию, на Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба, это уже как бы один из признаков. Дамир Шагавиев уверен, что знания об исламских течениях, о тонкостях верования мусульман пригодятся не только будущим защитникам правопорядка в их работе, но и мусульманским священнослужителям. Имам будет знать, как реагировать. То есть, если перед ним классические умеренные ваххабиты, то он поймет, что с ними хоть какую-то беседу можно вести, диалог. Если это уже крайние ваххабиты, то, как правило, это уже опасные люди, которые могут оказаться опасными для общины, опасными для него самого, например, ну и вообще для общества. И если он не может такого человека переубедить или пригласить кого-то для беседы с ним, то здесь уже ничего не остается, как обратиться к правоохранительным органам. Священнослужители всегда были теми людьми, которые несут свет знаний в народ. Обучающие курсы по изучению арабского языка и основ ислама в Урае ведутся с начала 2000-х годов. За этот период они вырастили пятерых нынешних студентов Российского исламского университета, как в Уфе, так и в Казани. Один из таких мальчишек – Айнур Закиров. Пример можно привести моим же студентам. То есть, в свое время он приходил, учился у нас Айнур. Вот сейчас, в летнее время каникулы, он к нам также приезжает. Он сейчас учится в Уфе, это Российском исламском университете. На практику он к нам приезжает. И вот в летнее время, во время каникулы, он у нас приходит в практику. На самом деле, желание у меня было уже давно, но никак не мог решиться. И, к большому счастью, при поддержке имама мечети города Урая Абдулхалим Хазрата направили меня на учебу в Уфу, Центральное духовное управление мусульман России, Российский исламский университет для обучения. Сегодня Айнур обучается на пятом курсе. А после получения диплома планирует вернуться в Уральскую соборную мечеть, преподавать. А если молодой человек хорошо себя зарекомендует, то станет официальным помощником имам Хатыба. А пока Айнур каждое лето проходит производственную практику в родной мечети, где учит взрослых и детей арабскому языку и чтению Корана. В исламском мире верят, что за каждую прочитанную букву в Коране полагается вознаграждение. Именно поэтому вновь прибывшие на курсы прихожане после изучения арабского алфавита оттачивают свои знания языка с помощью Корана. А читая его, верующие постигают многие тайны мироздания. За каждую прочитанную букву идет определенное количество вознаграждений. Допустим, 10 раз сказано за каждую прочитанную букву. Поэтому сама, в чем отличается чтение любой другой арабской книги от именно Корана, то, что Коран, читая Коран, человек совершает акт поклонения. А вот соборная мечеть города Покачи открыла свои двери для обучающихся совсем недавно, в 2016 году. Именно тогда была закончена реконструкция мечети, в ходе которой был достроен второй этаж, где сегодня проходят занятия. Ведет их помощник имам Хатыба Гаджияв Гаджиев, выпускник Дагестанского исламского университета имени шейха Мухаммеда Арифа, который приехал в Покачи по распределению в сентябре 2016 года. Я начал преподавать, как приехал через неделю, через две недели, вот так начал преподавать, но тогда мало ходило детей, до зимы. Зимой уже все узнали, имеют в виду, что я приехал и так далее, и там уже начали набирать. В соборной мечети города Покачи в течение всего года, особенно в учебного года, проходит курс основ ислама, да, как воскресная школа для детей от шести лет. И на сегодняшний день около сорока детишек посещают эти курсы. Сегодня возраст прихожан мечети варьируется от совсем юных детей до людей старшего поколения. И отрадно, что югорские мусульмане уделяют много времени не только молитве, но и своему образованию. Недавно мы открыли в поселке Солым небольшое здание, построили. Там раньше обучались, ну, 5-7, может быть. Сегодня из-за того, что здание благоустроенное, и 25-30 человек уже приходят на воскресные школы. Если взять большие города, как Сургут, Нефтьюганск, Нижневарск, то это под 200-300 человек, которые у нас не хватает даже аудитории. Второй региональный обучающий семинар для имамов мечети Югры в качестве почетного гостя посетил председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль Кудус Ашарин. Муфти из Свердловской области приехал для обмена опытом и с удовольствием выступил перед югорскими имамами. Если мы не будем учиться, значит, человек стремится к знаниям. Он пойдет брать знания не у тех и не там. А приезжает Казанский исламский, российский исламский университет, город Казань. Преподаватели, ведущие преподаватели алимы приезжают. И как не прийти, не послушать их наставления, их знания, не перепринять от них. Это же аль-хамдулят, это только милость Аллаха. Итогом второго регионального обучающего семинара для священнослужителей мечети Духовного управления мусульман Югры стало вручение сертификатов. Сами же имамы в один голос твердят, что такие семинары крайне важны и вновь приобретенные знания станут сильным подспорьем в работе с прихожанами. Те вопросы, которые были у нас во время процесса в работе, мы здесь узнаем и мы здесь получаем ответы. То есть ответы, скажем, прямые, скажем, от учителей, от педагогов. И на основе, скажем, Корана и на основе сонни пророка Мухаммада. Многие имамы, большинство уже взрослого поколения, мы обучались лет 10-15 тому назад. Что-то забывается на практике, что-то новое приобретается. Какие-то новые фетвы выходят, которые сегодня нам преподаватели разъясняют, объясняют и дают вот этот весь материал. За что, конечно, им очень большое спасибо, что они находят время, приезжают в нашу Сибирь и обучают наших имамов. В священных хадисах написано, стремление к знаниям перед Аллахом ценнее намаза, поста, хаджа и джихада на пути Аллаха. С ним перекликается и народная мудрость, которая гласит, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Обучающий семинар для священнослужителей мечети Югры включен в число мероприятий государственной программы автономного округа по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также общественного порядка и профилактики экстремизма, рассчитанной до 2030 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова